А вот как человек, который ведет переговоры, занимался, по крайней мере, освобождением пленных и знает, оказывал помощь пленным украинским в ДНР, ЛНР и бывал на этих территориях, как бы оценил, насколько пропаганда российская людей испортила? Ну, оно с самого начала же, то есть еще... И как вообще обстановка? Война даже еще, когда не началась, когда война еще не началась, это в марте месяце, когда приезжал туда, еще мирно было. Я всегда общаться пытаюсь с продавцами в магазинах. Ну, что-нибудь покупаешь, они предрасположены поболтать. Практически все, кого не спрашивал, как вы к этому, ко всему относитесь. Люди, глядя на то, что более-менее мирно получилось у России с Крымом, эту аферу провернуть, не понимая люди, что это то же самое не получится на Донбассе и чревато войной. Они были так по-российскому... То есть, вот мы за федерализацию. Что такое федерализация, они вообще не понимали. То есть, это спрашивающий человек, что вы представляете под федерализацией. И сразу куча версий, это и уйти к России, и самостоятельные места, и остаться в Украине, но чтобы бюджет был там. Ну, то есть, куча версий разных. Когда мне очень, скажем так, красноречивый факт такой, насчет пропаганды, мы приехали, снимали квартиру с супругой, ну, а приехали, думали, что все быстро, то есть, отснимем там эти пророссийские митинги и поедем. А оказалось, что там с понедельника по пятницу в Донецке тишина, все работают, ну, это вот март месяц, все работают, а все основные движения происходят по выходным. Пришлось нам задерживаться. И вот, когда квартиру снимали, я разговаривался с парнем-хозяином квартиры, ну, лет 35-40, говорю, как ты к этому? Надо в Россию, там бензин дешевый. Я говорю, Володь, а это же война будет, то есть, ему объяснили. Он сначала на меня поднабросился, говорит, ты меня что, пропаганду? Я говорю, не-не-не, мне просто твое мнение хотелось узнать. Но потом через день отключают российские каналы. А так как нам пришлось задержаться, то есть, я ему звоню, говорю, так и так, мы задерживаемся, заедь за деньгами, я тебе доплачу за остальные дни. Он приезжает и говорит, слушай, говорит, Вить, а... Я говорю, кто-то не смотрел же российское телевидение, в интернете полазил. Ну, слушай, а ведь действительно, вот чего я глупости-то говорил, там, ради бензина, войну, там, сюда, это же хорошо не закончится. То есть, люди, как в Крыму, надеялись на халяву, не подозревая, что... Его переключило, то есть, за несколько дней его переключило, когда он не смотрел российское телевидение. А вот уже следующая поездка в конце апреля, и снова я у него снимал квартиру, телевидение снова российское появилось, причем там очень интересно показывало. То есть, мы же понимаем, что картинка идет со спутника, да? То есть, соответственно, и изображения, и звук должны хорошими быть. Там изображение изумительное по кабельному, например, Россия-24 канал, а звук идет через шипение, такое пшшшшш. Начинаешь слушаться, и вот как будто в тебя лезть. Вот это... и голос зауныный, там, каратели нападают, там... Это конец апреля. И вот тогда снова я у него снимаю квартиру, говорю, ну а сейчас-то у тебя как? А у него уже все, хунта снова, фашисты появились. Ну да, боролся с фашистами. Потом он мне позвонил, говорит, я смотрю, а он на берегу Кальмиуса жил. Я говорю, сейчас в СБУ позвонил. Я говорю, что случилось? Автобус подъехал к нам около дома, стоит автобус с темными окнами, с темными окнами, наверное, провосяки приехали. Очень поравляет бдительность. То есть пропаганда сильно затирает мозги. Еще и технологии, скорее всего, используются. Потому что, конечно, я в 25-е кадры это все ерунда, не верю. Но там вот эти вот интонации, какие-то там посторонние шумы, еще там что-то. Это спецслужбы делают, да, в России? Конечно.